Приветствую вас, и причина вашего состояния вкроется не в истощении нервной системы, а в некотором изменении ценностей. Дело в том, что будучи молодым, вы не боялись ни войны, ни стрессов, ни агрессии, ни драк, ничего. Сейчас, вероятно, мы вероятно подразделили, стали мудрее и поняли, что и война, и драки, и прочие сомнительные удовольствия – это лишь опасность и не более того. И тревога вообще заключается в том, что внутренне-то вы поменялись, а внешне ваш образ жизни, ваше круг общения остался тем же. И люди, которые в нем были, они также остались теми же. И проблема заключается в том, что они теперь не соответствуют вашим целям, вашим стремлениям. Вы сами сказали, что вы начали увлекаться упокоем, успокоением души, чем-то стабильным и так далее. Так вот, это и означает и ваши духовные изменения. А окружающие вас люди, места, которые вы посвящали, они остались теми же. И то, что с вами происходит – это нормально. Вам нужно принять в себя нового. Тогда тревога уйдет. Тревога, по сути, это бег от нового опыта, от новых впечатлений, от изменений самого себя. Когда вы изменились, или окружающая ситуация изменилась, а что-то при этом осталось неизменным. В данном случае изменились вы, а ситуация осталась та же. И именно потому она вызывает у вас тревогу. Чтобы она перестала вас тревогу, необходимо в первую очередь признать, что вы стали другим, что ваши ценности поменялись, что люди, с которыми вы раньше хорошо проводили время и места, в которых вам было хорошо, теперь вам уже не подходят. и постараться кого-то из своих комок, из своих друзей перетащить в новые реалии, в новую форму досуга. И если они захотят это сделать, то хорошо. Если нет, то в таком случае у вас, ну, вы рискуете, конечно, остаться один, но тут уже вопрос самодостаточности. То есть, если вы самодостаточный и не боитесь одиночества, то вы просто будете следовать своим новым целям, новым стремлением, будете становиться с ним ближе и будете получать от этого удовольствие, понимая, что другие люди остались просто-напросто позади вас. Если же кто-то разделит с вами ваши стремления, то это будет просто замечательно. Но для вас, в первую очередь, важно самому себе определить, что сейчас наиболее ценно для вас. Это, конечно, не означает того факта, что вы можете поступить несколько иначе. Ваш страх может быть связан с тем, что вы чувствуете себя слабее, чувствуете себя неспособным разрешить какой-то конфликт, чувствуете в себе нежелание, невозможность выйти из него невредимым. В таком случае, и если вы хотите решать проблему в этом векторе, вам нужно повышать свою физическую подготовку, возможно записаться на какие-то курсы борьбы и так далее, чтобы уметь в случае чего себя защитить, чтобы тренировать свое тело, тренировать мышцы, мускулатуру, реакцию, внимание и так далее. И в таком случае вы будете совершенно спокойно ощущать себя в таких ситуациях. У вас не будет чего-то тревоги. Что касается войны, то тревога войны может быть выявлена ситуациями в средствах массовой информации, которые сейчас активно прогнозируют будущую войну, Третью мировую войну, или говорят, например, Третья мировая война уже началась. Но, скорее всего, дело связано с вашим личным мироощущением, с тем, что у вас поменялись взгляды, вы стали мудрее, а с мудростью всегда приходит спокойствие и понимание того, что все-таки лучше мирный небо над головой, чем война. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, запрещайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен. Пока. Желаю вам удачи и всего доброго доброго.